Ты что тут делаешь-то? Сблудилась что ли? Друзья, всем привет! В этом видео речь я поведу о простом способе выравнивания поверхности пола наливным полом в ванной комнате, то есть в этом помещении. Думаю, для всех тех, кто ни разу этого в своей жизни не делал своими руками, это будет интересно. Почему же именно простой способ? Да именно потому, что какого-то специализированного инструмента в виде лазерного уровня мне здесь даже и использовать-то не потребуется. Так как, во-первых, в своем случае в этом деле я буду использовать тонкий наливной пол, у которого текучесть более преобладает, нежели чем от других его собратьев и этого же производителя, то есть от старателей. Всего наибольшего преобладания именно в этой смеси различных полимерных добавок. Во-вторых, применение лазерного уровня в процессе работы с наливным полом в таком маленьком помещении, как ванная комната, честно говоря, вообще и нафиг-то не нужно. Понятное дело, совсем другой случай, это когда бы требовалось производить выравнивание пола на большой площади, ну, к примеру, во всей квартире. Там уж ясен пень, без лазерного уровня уж точно было бы не обойтись. Ну, а каким образом вычислить, то есть рассчитать требуемое количество мешков для закупки этого материала в каком-то конкретно отдельно взятом случае, я затрону чуть позже, после того, как демонтирую эту старую плитку и плюс уберу все то лишнее, что мне будет в дальнейшем мешаться при отделке стен и пола в этом помещении. Думаю, особо ни для кого секретом не является, что обязательно нужно демонтировать то, что ненадежно держится на поверхности. В данном случае, как видите, эта плитка держалась всего лишь из-за того, что подпирала друг дружку в швах. Стоило убрать лишь одну, и остальные, как видите, отлетают без особого труда. После того, как весь отбитый мусор убрали, перед тем, как прогрунтовать поверхность, не помешает ее предварительно пропылесосить. Также в обязательном порядке нужно заделать раствором отверстия, либо трещины в полах, либо нижней части стен, если таковые имеются, чтобы при работе с наливным полом он не утек в никуда. И, пожалуй, вкратце упомяну о грунтовке, специально для тех, кто не знает, для чего же все-таки ее обрабатываются поверхности. Друзья, в первую очередь, впоследствии, то есть при нанесении наливного пола на поверхность, это предотвращает излишнее впитывание влаги из раствора наливного пола в основании самого пола, вследствие чего затем наливной пол лучше растекается по основанию. Вот, пожалуй, все секреты по этому поводу. Также не стоит забывать и о том, что нужно обязательно разделить соседние помещения с тем, в котором будут проводиться работы с наливным полом. Ну, к примеру, при помощи обычного металлического профиля. Чего я, как видите, уже и сделал, заделав заодно и все пробоины на этом участке после проведенного демонтажа раствором, чтобы был наименьший расход наливного пола при проводимых работах. Единственным минусом этого санузла является то, что, как, наверное, многие из вас уже догадались, да-да, совершенно верно, это завышенный уровень пола в сравнении с соседним помещением примерно на 50 мм. Конечно же, в идеале должно быть все с точностью до наоборот. Но мы имеем то, что уже здесь имеем, ну и без выходных ситуаций, как известно, вовсе не бывает. И закачку я предложил два варианта выхода из этой ситуации. А если еще до кого-то из вас не дошло, о чем я вообще сейчас веду речь, я объясню поподробнее. К примеру, в случае небольшой утечки воды в санузле, чтобы вода не переливала в соседние помещения, если уровень пола в ванной выше, чем во всей квартире, то в таком случае делают небольшой борт, то есть перепад пола у порога. Либо вариант номер два, впоследствии ставят дверь с порогом, и затем низ заделывается лентой из мозаики, ну, к примеру, под цвет плитки пола. В общем, чтобы не спотыкаться у торчащие острые углы порога из плитки, заказчик выбрал второй, так скажем, более скользящий вариант. Ну и, в общем, в своем случае, после высыхания всех проведенных подготовительных работ, предварительно наклеив демпферную ленту вдоль стен, кстати, в своем случае я это сделал при помощи силиконового герметика, теперь можно приступать и к приготовлению раствора. Для приготовления раствора наливного пола в моем случае мне понадобятся две вот такие вот строительные емкости, которые специально предназначены для таких видов работ, то есть для разведения растворов. Стоят они не так уж и дорого, так что, чтобы не мудохаться при работе с ведрами, и проделать всю эту работу от начала и до конца максимально комфортно и быстро, друзья, лучше не экономьте, так как плюс еще ко всему вышесказанному, с наливным полом работать нужно максимально быстро. И думаю, многие со мной согласятся, что лучше сразу приготовить необходимый объем раствора наливного пола, затем его сразу вылить на поверхность и далее просто проделать необходимые манипуляции при помощи игольчатого валика. Ну и в итоге, как сами, наверное, понимаете, все эти действия у вас займут всего лишь несколько минут времени. А не сплошную нервотрепку в плане беспокойства и метания по сторонам при работе с просто ведрами. И специально для незнающих хочу пояснить, что, во-первых, жизнеспособность уже приготовленного раствора наливного пола составляет примерно всего лишь около 40 минут. Во-вторых, если учитывать тот факт, что если в этом деле у вас будет задействовано, ну, к примеру, всего лишь 4 ведра, а вам при этом нужно развести 4 мешка наливного пола, то вы его, друзья, просто-напросто замучитесь разводить. Так как после каждого разведения раствору нужно еще дать и отстояться около 5 минут. Так как именно в этот момент в приготовленном растворе наливного пола происходят различные химические реакции. Затем, только по истечении этого времени, вновь все это размешав, раствор потом готов к его использованию. В общем, пока вы будете отмерять нужное количество воды в каждое ведро и размешивать все это дело даже не в один заход и по нескольку раз, понятное дело, вся эта возня займет у вас гораздо больше времени и сил, нежели чем просто, если все замесить за один раз и затем все это просто одним разом вылить на поверхность. Потому-то я всегда и призываю обеспечивать себе работу так, чтобы работалось максимально комфортно, с наименьшими затратами сил и времени. Одним словом, чтобы то дело, которое вы делаете в процессе, вам доставляло именно удовольствие, а не геморрой. И даже если вы не являетесь обладателем какого-то профессионального инструмента, я скажу, что это не так уж и важно, друзья, так как все это дело именно наживное. А вот если у вас нет ни головы на плечах, да и руки растут не из того места, то вот этого, друзья, уже ни за какие деньги не купишь. Так как будь то это черновая, либо чистовая отделка, в общем, в любых строительно-ремонтно-отделочных видах работ, которые требуется сделать, нужно именно больше думать головой. Так как строительство, ремонт и отделка, начиная с фундамента, а точнее еще даже далеко до него, это целая и большая наука. Как я упоминал уже чуть ранее, в своем случае для выравнивания поверхности пола в этой ванной для последующей укладки на полной плитке, я буду использовать тонкий наливной пол, который предназначен не только для использования его в помещениях с нормальной влажностью, но и для помещений с повышенной влажностью, таких как ванная комната. Так что, когда покупаете подобные материалы для проводимых работ, обязательно обращайте на это свое внимание и никогда об этом не забывайте. Название этого наливного пола, то есть тонкий, говорит само за себя. Его рекомендуется наносить для окончательного выравнивания пола слоем от 1 до 20 мм. И именно поэтому он сюда и был выбран, так как неровность пола в этом помещении незначительная, а если точнее, то порядка 12 мм. И как рассчитать подобный материал для его закупки, я вам сейчас вкратце и поясню. Простой способ. Возьмите уровень подлинша, если такового нет, примените либо профиль, либо правило подлинша, приложив к нему тот уровень, который у вас имеется в различных направлениях помещений. И найдите нулевую, то есть низкую точку и самую высокую точку в помещении. И тем самым, получив приблизительное представление о существующем уклоне, сопоставьте полученные результаты с тем, что расход смеси из мешка при толщине слоя наливного пола в 10 мм составит примерно 15 кг на 1 квадратный метр. Специально для тех, кто сейчас не совсем понял, о чем я вообще тут вел речь, посмотрите более подробное видео на эту тему, специально предназначенное для чайников на моем канале о наливном поле. И там-то уж вы точно наглядно поймете, как происходят расчеты этого материала для его закупки. И как обычно в таких случаях говорят ребята из Немаги, ссылка на видео будет в описании. Ну а мы с вами, друзья, катим дальше. Итак, первое и очень немаловажное правило касаемо новичков мы с вами рассмотрели. Это предварительная подготовка основания перед проводимыми работами. Далее, правило номер два, тоже очень немаловажное, это соблюдать пропорции воды по отношению к смеси при приготовлении раствора наливного пола. А именно, вот на один такой 25-килограммовый мешочек смеси наливного пола нужно использовать не более 9 литров чистой холодной воды. А если точнее, то от 8 до 9 литров, как это в общем-то и указано производителем на мешках этого наливного пола. Как в общем-то указано и все остальное касаемо его приготовления, начиная еще с подготовки поверхностей и заканчивая его готовностью при высыхании. В моем случае мне нужно развести три мешка этой смеси и я, разумеется, разделю их напополам для размешивания всего этого дела в этих двух емкостях. В которые я сначала добавлю по 9 литров воды, а потом плюс еще по 4,5 литра в каждую емкость. И затем в каждую из этих посудин будет засыпано по полтора мешка смеси наливного пола. Но, понятное дело, не вот так вот просто от балды взяли да высыпали, а лучше и гораздо удобнее это делать вдвоем. Один высыпает, а второй одновременно все это перемешивает. И, пожалуй, вновь вернусь к дозировке воды при приготовлении наливного пола. Увеличивать соотношение воды при приготовлении раствора, к примеру, с целью увеличения объема наливного пола, чтобы на этом потом сэкономить. Либо, как некоторые еще утверждают, что таким образом наливной пол плюс ко всему будет еще и лучше растекаться. И при этом качество материала никак не пострадает. Это глубочайшее заблуждение, друзья. И нечего потом удивляться, что наливные полы при таком грубейшем нарушении технологии затем трескаются и отслаиваются буквально пластами от основы. Так как этому есть научное объяснение. В общем, происходит нарушение процесса гидротации, впоследствии чего увеличивается срок высыхания и, понятное дело, потери прочности такого наливного пола. После того, как тщательно все размешали, тем самым приготовив раствор, нужно дать ему отстояться минут 5 перед тем, как окончательно его еще раз размешать. Как я говорил уже чуть ранее, именно в этот момент в полученном растворе наливного пола происходят различные химические реакции. Итак, вот и пришло время все это дело вылить на поверхность. Но не просто вылить, а делать это желательно как положено. То есть выливать наливной пол нужно аккуратно, распределяя раствор, то есть равномерно по всей площади. И не нужно думать, что раз это наливной пол, как его еще называют, самовыравнивающийся, то он сам по себе растечется по всей площади, если его даже вылить, к примеру, в одну точку. Единственное, чего можно добиться в таком случае, то это просто получить очередную неровную поверхность. И объяснение этому очень простое. Если вылить все в одну точку, то в процессе растекания наливного пола, с точки зрения физики и химии, происходит разделение на фракции. То есть более тяжелые фракции оседают сразу, ну а более легкие, да, утекут туда куда-то подальше, но в процессе отверждения они усядут. Так что, друзья, имейте все эти нюансы в виду и не забывайте о них. Но касаемо этого наливного пола, к нему это не относится. Так как он на комплексных минеральных связующих, проще говоря, на гипсовой основе, который, как известно, не дает усадки. А при высыхании на такой поверхности образование различных трещин просто-напросто маловероятно. Но это вовсе не значит, что при его нанесении не надо соблюдать технологию. После того, как вся смесь из емкости была вылита на поверхность, далее в дело подключается игольчатый валик. Его задача в этом деле очень проста, ну и, конечно же, немаловажна. Он помогает равномерно растечься наливному полу по всей площади. При этом заодно выгоняя и оставшиеся пузырьки воздуха из раствора наливного пола. В общем, теперь можно с уверенностью сказать, что дело сделано. И сейчас раствор наливного пола начнет потихоньку густеть. И как утверждает производитель этого наливного пола, ходить по этой поверхности можно будет уже через 4 часа. Ну что ж, вскоре мы с вами это и проверим. Итак, друзья, пока я работал на балконе, прошло уже несколько часов. И по поверхности, как видите, уже на самом деле можно ходить и даже плясать. Но это вовсе не говорит о том, что на эту поверхность можно сразу же производить укладку на полной плитке. Кстати говоря, это можно будет сделать только как минимум дня через 3. На ощупь поверхность очень гладкая, следов на руке, как видите, никаких не оставляет. И по ощущениям, чем-то даже напоминает поверхность керамической плитки. У хозяйки живет очень любопытная кошка. И, видимо, она сейчас в недоумении, куда же она попала и куда же делался ее любимый кошачий туалет. Ну и напоследок, друзья, хотел бы озвучить еще несколько простых и немаловажных правил, которые обязательно нужно соблюдать при работе с наливным полом. И о которых я чуть не забыл упомянуть в этом видео. Во-первых, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Во-вторых, при работе с наливным полом должно быть полное отсутствие каких-то либо сквозняков. В-третьих, работу с наливным полом лучше проводить после завершения различных штукатурно-малярных работ. И, как, наверное, многие из вас уже догадались, правильно, чтобы потом не разводить колхоз на поверхности уже залитого наливного пола. Ну, а касаемо всего остального, я уже об этом рассказывал в этом видео. То есть при работе не забывайте использовать демпферную ленту и грунтовку. И будет вам счастье. Кстати, также грунтовку нужно будет нанести и перед укладкой плитки на пол. О укладке которой я, в общем-то, и поведу речь в следующем видео, которое, кстати говоря, будет предназначено специально для новичков. Ну и, конечно же, в ролике я затрону речь и о гидроизоляции. То есть, в каких случаях ее нужно делать и в каких случаях это делать не обязательно. Ну, а на сегодня на этом у меня все, друзья. И мне остается с вами лишь попрощаться. Ну и, как всегда, по традиции пожелать вам только позитивного настроения и только качественно проведенного ремонта в ваших жилищах. Для кого информация из этого видео была полезной, ставьте лайки, друзья. Ну, а тем, кому этот ролик не понравился, тоже особо не стесняйтесь и ставьте пальцы вверх. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на группу будет размещена под этим видеороликом в описании. В общем, обращайтесь. Всего вам доброго. И до новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok